И напоследок в Тель-Авиве на этой неделе состоялось ежегодное мероприятие под названием Кибербезопасность 2018. Масштабная конференция с выставкой, где представлены последние достижения в области защиты информации и борьбы с хакерскими атаками. Впервые в подобной выставке участвует и Израильская служба безопасности Шабак, причем открыто. Шабак уже давно занимается контр-кибертерроризмом. Это и разведка в тех же соцсетях, и борьба с хакерскими атаками. На выставке в Тель-Авиве побывал и Сергей Услендер. На первый взгляд ничего особенного. Компьютеры, мониторы, возле стендов толпятся люди в костюмах. Выставка как выставка, но на самом деле это настоящий салон вооружений. Только вместо танков, ракет и автоматов здесь демонстрируют технологии для виртуальной войны. Она уже давно ведется в киберпространстве. Давно прошли те времена, когда специалистов по кибербезопасности в любой стране можно было пересчитать по пальцам. Теперь в этой отрасли тысячи компаний и миллионы сотрудников, которые занимаются, в общем-то, одним делом. Охраняют самый ценный товар человечества – информацию. Это извечное соревнование снаряды и брони. Чем более изощреннее действуют хакеры, тем сложнее становятся системы защиты от них. Тут множество фирм предлагают свои способы и технологии борьбы. От гигантов вроде Microsoft до небольших компаний, чей продукт – один алгоритм, позволяющий избежать взлома. Наша система способна опознать любые аномалии на производстве, как от хакерских атак, так и от неполадок. Это особенно важно для разного рода критических инфраструктур. Системы подачи воды, газа, электричества. Наш патент – это особый вид подключения, из-за чего работа системы очень экономичная. В то же время она не пропускает никаких поломок. Впервые в подобной выставке участвует спецслужба, причем открыто. Целый стенд израильской службы безопасности «Шабака» забит посетителями. «Шабак» уже давно занимается контр-кибертерроризмом. Это и разведка в тех же соцсетях, и борьба с хакерскими атаками. Оперативники теперь преследуют террористов не только на улицах, но и в виртуальном пространстве. Киберпространство чуть не каждый день порождает новые и новые угрозы. И эти опасности развиваются так же быстро, как и программы и аппликации, которыми мы пользуемся. Сейчас хакеры, которые пытаются вас атаковать, делают это прямо из дома, не используя сложную инфраструктуру. Что бросается в глаза – кибербезопасность – профессия молодых. Впрочем, среди хакеров тоже нет пенсионеров. Вчерашние или еще действующие студенты сегодня сражаются друг с другом за клавиатурами и мониторами. Вот Тамар отслужила армию в знаменитом подразделении 8200. Это электронная армейская разведка. Теперь в одном из стартапов занимается тем же. Мы разработали алгоритм поиска информации в интернете с помощью социальных сетей. Такая своеобразная интернет-разведка. Это может работать как в мирных целях, так и пригодиться спецслужбам, которые сейчас должны активно отслеживать эти источники. Это уже целая наука, которую изучают в университетах и колледжах, преподают, защищают диссертации. Ученые степени здесь как воинские звания. В том же Давосе, например, израильская делегация рассказывала коллегам, как бороться с хакерами. Эта теперь тема весьма актуальна для богатых стран с развитой, а значит, уязвимой инфраструктурой. Сейчас по всей планете идут кибервойны. Хакеры пытаются таким образом зарабатывать деньги, похищая данные. А различные структуры пытаются этому противостоять. Сейчас вся интеллектуальная собственность хранится в виртуальном пространстве. Нет необходимости похищать какое-то изделие. Можно украсть его дизайн и описание и продать кому-то. Это очень серьезная опасность. Израильтяне одни из первых поняли, какую страшную угрозу несет кибертерроризм. Эдакое своеобразное оружие бедных. Зачем пытаться взрывать электростанцию, когда можно взломать ее компьютерные системы и обесточить целый мегаполис. Опять же, первыми в Израиле сообразили, что войну в виртуальном пространстве одной обороной не выиграешь. Нужно переходить в наступление. Несколько лет назад неизвестная компьютерная программа поразила компьютеры иранского атомного центра в Бушерии. Многие эксперты полагают, что это был стакснет, созданный где-то в недрах Масада, первый в мире боевой компьютерный вирус, причинивший реальный физический ущерб и отбросивший ядерную программу Исламской Республики на несколько лет назад. Сергей Услендер специально для «Израиль за неделю». Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале «Артевиай». Субтитры создавал DimaTorzok «Артевиай»